А-а-а-а Всё, что тебя касается Всё, что меня касается Всё только начинается Программа «Наши всё» Всё, что тебя касается, всё, что меня касается, всё только начинается, это наше всё. А про международный женский день я знаю. Ну, скажи вот, что хочешь получить на этот праздник? Знаешь, я считаю, что главное не коммерческий подарок, а внимание, забота. Коммерческий подарок? Да, я специально сказала именно это слово, потому что в наше время сейчас отношения между парнем и девушкой, они прямо очень сильно коммерческие. То есть взаимовыгодили. То есть ты инвестируешь какие-то деньги, какие-то нежные средства? В частности, не я инвестирую, а парни инвестируют в девушек. В тебя? Да не в меня. И не поэтому меня это раздражает. Нет, просто на самом деле сейчас какие-то рыночные отношения между парнями и девушками, а я это как-то, ну, мало сказать, что не приветствую. В общем, верните 19 век, когда дрались на дуэлях и общались в Иераве. И женщин с твоим лицом сжигали на костре. Крича при этом «Бедьма!» Нет, крича при этом, ты что, гонишь? Прекращай, ты нам не нравишься. Андрюш, ну а ты думал, что будешь дарить своим девушкам? Ну, я вот знаешь, еще не думал, что дарить своим любимым женщинам, а у меня их три, бабуля, мамуля и девушка непосредственно. Ну, знаешь, я думаю, что-нибудь придумал, потому что у меня еще есть целые почти сутки. Ну, целые почти сутки, полдня. Полдня. Скажи, пожалуйста, ну а цветы включены, вот как твой подарок? А вот скажи, со мной вот любишь цветы? Ну, каждая девушка, наверное, любит цветы. Я даже не знаю, я какая-то неправильная девушка. Я считаю, что ну вот эти вот всякие там разглогольствования. Лучше деньгами, говорит. Игра всегда, когда я буду выкатывать, говорит, зачем вот это же пропадет? Нет, эти 2200, дайте мне руки. Мне было бы приятно, если бы принесли букет с клумбы. Ну да, сейчас как бы с клумбами можно принести как бы не очень. Завтра посыпятся просто в новостях, что все клумбы выкорчеваны. В поисках подснежных. Ну, сейчас на клумбах очень много всего уже растет, да? В общем, Андрюш, давай перестань, филособствовать. Да, все, ты меня с этим дизайном выпытываешь, выпытываешь, выпытываешь. В общем, давай лучше просто начнем нашу передачу. Хорошо, это «Наше все», и мы начинаем. Смотрите сегодня в программе «Наше все». Навести марафет и хорошо провести время. Адрес парикмахерской для подружек подскажем. Лучший подарок – кофе в постель. Конечно же, со вкусным дополнением. Где купить выпечку из тандыра? Расскажем. Залог успеха – хорошее тело и физическая подготовка. Семейный фитнес-клуб посоветует. Партнер программы – компания «Формула ДВ». Реализует продажу и доставку всех видов технических газов. Улица Кирова, 10 Б. Телефон 37 80 45. Партнер программы – стоматология «Вип Мастер Дент». Всем 20% скидка на лечение. Программа «Наше все» благодарит магазин «Все яркие» за предоставленную одежду ведущей. Ну что ж, друзья, завтра официально выходной день. Поэтому постараемся помочь всем, кто еще не определился с подарком для своих милых сердцу дам. Андрюш, ты сказал, что у тебя три милых сердца дамы. Да, конечно же. Мама, бабушка и да. Кстати, я передаю всем привет. Ну, можешь вот прямо сейчас взять телефон и позвонить кому-нибудь из них, чтобы поздравить. Думаю, им приятно будет. Да, легко. Кому? Скажи, выбирай. Ну, кому угодно звонить. Кому хочешь. Ну, мама с бабулей 100% смотрят наш эфир. Поэтому мы вас с наступающим поздравляем прямо с голубого экрана. А, ну, Даха, наверное, спит. Давай ее разбудим. Да, ты. Она сейчас скажет, что случилось. Давай, нагромко. И так. Давай, просто. Амурчики, пошли, пошли, пошли. Эндорфины, пошли. Вот, собственно, дорогие друзья, и прошел час. Она не возьмет трубку, ты понимаешь? Мама на работе. Даша спит. Бабушка тоже на работе. Ммм. Вот. Ладно. Ну, я обязательно позвоню. А я была хотела сказать, что ты настоящий мужчина, и чтобы брали с тебя пример. Настоящий мужчина звонит, но все... Но ему не отвечают. Да. Вот так вот. Ну, знаешь, Фика, чтобы ты не разочаровывалась во мне. У меня для тебя, знаешь, тоже есть подарок. И что это? Очередная фура с несмешными шутками. Олимпийский, я вас не слышу. Заметил я все-таки. Нет, Вика, все намного серьезнее. Я знаю, что ты очень много времени уделяешь нашей любимой работе. И знаешь, судя по твоему маникюру, времени на себя у тебя остается очень-очень мало. Знаешь, Андрюш, я не жалуюсь, потому что я очень сильно люблю свою работу. И каждый день прихожу сюда с большим удовольствием, несмотря даже на мой ужасный маникюр. И все же, Вика, я уверен, с большим удовольствием ты на маникюр сходишь. Тем более, я записал тебя, знаешь куда, в Стрелку. Все мы знаем, что Стрелка это не просто словом красоты. Это парикмахерская для подружек. А так как мы с тобой подружки. Да? Ну, вообще, это место, куда может прийти любая девочка с компанией, и заскучать никто не успеет. Кофе и чай вам там гарантируют. Стрелка – это не просто салон красоты. Это парикмахерская для подружек. Место, где можно провести время в хорошей компании за чашечкой кофе, а главное – с пользой для себя любимой. Когда салон открылся, я попробовала несколько процедур. Меня впечатлило качество сервиса обслуживания. Очень милый коллектив, мне понравилось здесь все. Я стала сюда ходить. Также девочки готовы к экспериментам. Для меня это очень важно. Предыдущий мой мастер не хотел меня перекрашивать в другой цвет. А девочки прислушались к моим пожеланиям, и в итоге сделали все то, что я хотела. Легкая рука парикмахера придаст индивидуальной стрижке, окрашиванию и укладке. Маникюр, педикюр, наращивание ресниц и архитектура бровей помогут влюбиться в себя по-новой. А сахарная депиляция позволит держаться уверенно даже в самый пикантный момент. Процедура депиляции происходит по росту волос в отличие от хвостка, что снижает дискомфорт и болезненные ощущения. Записаться можно на сайте, по телефону или через бесплатное мобильное приложение «Стрелка». Оно, кстати, доступно и для андроида, и для iOS. Забыть про запись не получится. За час до процедуры вам обязательно напомнят. «Стрелки» вам всегда рады, как дома. Улица Советская, 70А, напротив Гидромиллиоративного колледжа. Ежедневно с 9 утра и до 8 часов вечера. Итак, сегодня 7 марта, предпраздничный день. Друзья, какая женщина не мечтает получить кофе в постель? По-моему, это очень приятный, а главное, не особо затратный подарок. Конечно, просто так принести чашку кофе, ну это не совсем кабельфо, нужна вкусная выпечка. Поэтому мой вам совет. Прямо с утра, пока ваши дамы спят, отправляйтесь в пекарню «Хлеб из Сандыра». На Чичерина 81 и Блюхера 46. Свежий хачапури с сыром, пирожки с разными начинками. Самсу с говядиной или картофелем и салом. Ммм, просто пальчики оближешь. Мы толстячки, такого, кстати, любим. А главное, вся выпечка насыщена кислородом. Каким образом? При выпекании повара специально просеивают муку. Именно этот процесс и насыщает хлеб кислородом. Ну, в общем, дорогие друзья, мы не будем вам все рассказывать, просто смотрите сюжет. Широобразная печь жаровня народов Азии или тандыр. Много тысячелетий дарит людям тепло и здоровую пищу. От такой лепешки точно изжоги не будет. Тонкие слои теста на раскаленных стенах печи обогащаются кислородом, становятся полезнее. Поэтому аппетитный вид, еще и скромная цена, привлекает посетителей пекарни «Хлеб из тандыра». За хлебом хожу каждый день. Здесь очень хорошая выпечка, особенно булочки, всякие названия. Всегда все горячее, свежее. Очень приятно заходить. И продавцы, и хозяева очень культурные. Выпечку могут изготовить на ваш вкус с любой начинкой. Возьмите ее с собой, закажите доставку на дом или отведайте на месте. Уютные пекарни «Хлеб из тандыра» теперь по двум адресам. На Чечерина 81 и Блюхера 46. Попить чай, перекусить, заходим сюда. Какая выпечка нравится, что начинка? Ну, естественно, мясо. Все мужчины любят мясо, поэтому с мясом, начинком. Попробуйте свежие хачапури с сыром, пирожки с разными начинками, самсу с говядиной или картофелем и салом. Осетинские пироги с зеленью, сыром, картофелем, говядиной или капустой. Пекарни «Хлеб из тандыра» разыграют и удовлетворят любой аппетит. Как приятно, Андрюша, когда в студии находятся сразу два красивых человека, согласись? Хорошая новость от кинотеатра «Россия». 16 марта главному храму киноискусства в нашем городе исполняется 16 лет. По этому случаю большой розыгрыш подарков. Ну, вчера мы разыгрывали билет на фильм «Логан». Вопрос звучал вот так. В каком году и какого числа обновленный кинотеатр «Россия» распахнул свои двери уссурийскому зрителю? Правильный ответ 16 марта 2001 года. 74 смс-сообщения с таким текстом. Однако первым был телезритель, чей номер заканчивается на 9886. Приходите к нам на Плеханово 85В за своим билетом на фильм «Логан» в 3D. Ну, а Андрей, мы сейчас объявляем новый конкурс. В каком году в кинотеатре «Россия» было установлено цифровое оборудование, позволяющее смотреть фильмы в 3D-формате? Свои варианты ответов присылайте на номер телефона, что видите на своих экранах. Если не знаете точно правильного ответа, обязательно загляните на сайт кинотеатра «Россия» usursinema.ru или посылайте по телефону 329060. Напомним вопрос, в каком году в кинотеатре «Россия» было установлено цифровое оборудование, позволяющее смотреть фильмы в 3D-формате? Телезритель, приславшим первый правильный ответ, получит пригласительный билет на двоих на любовь с ограничениями. Это российская комедия-мелодрама. Это история о парне, который получает фиктивное медицинское заключение. Садится в коляску и устраивается в очень крупную нефтяную компанию. Жизнь удалась! И чтобы не спалиться, Миша начинает посещать клуб инвалидов, где знакомится с очень симпатичной девушкой, с детства прикованной к инвалидному креслу. Дальше для парня все запутывается. В общем, фильм зачетный, стоит посмотреть. Чего ждете, в принципе, от 2017 года? В принципе, у нас все замечательно. Все живы-здоровы, все хорошо. Не знаю. Всегда хочется чего-то лучшего ждать от года. Послезавтра у нас уже такой праздник, как 8 марта. Скажите, кого хотите поздравить с 8 марта? Есть ли такие люди? Ну, все мамы-бабушки, это естественно. И своего любимого сына, у него 8 марта день рождения. Ну, в 2017 год уже сразу ожидали, что будет хороший, так как уже смотрели с 2016, что по гороскопам будет просто замечательно. Отлично! Вот будет такой праздник, как 8 марта. Может быть, кого-то хотите поздравить с 8 марта? Конечно, обязательно свою маму, всех женщин, бабушек. Какая-то, прям, не знаю, великие просто существа созданы. Ну, и, соответственно, конечно, свою любимую девушку. Чтобы она была также замечательной, такой же хозяйственной, такой же любимой. У нас в 2017 году, ну, буквально 28 февраля, последний день зимы, у Ани, которая сегодня на кастинге, родилась маленькая сестренка. Назвали ее Александра, поэтому вот мамочка с лелечкой дома, а бабушка по делам, по девочкам. Отлично! Вот будет такой праздник, как 8 марта. У вас поздравляем с этим наступающим праздником. Кому-то, может быть, хотите что-то пожелать в этот день? Ну, я хотела бы пожелать всем здоровья, хорошего настроения, оптимизма, всего самого-самого доброго. Скоро будет такой праздник, как 8 марта. Хотите кого-нибудь поздравить с этим замечательным днем? Ну, да, конечно, хочу поздравить в первую очередь свою маму и всех жительниц города Уссириска. Пожелать им любви, добра, ну, и счастья, конечно, женского. Привет всем, кто только присоединился к нам в эфире программа «Наше все» в студии Андрей Козицкий. Ну, меня тоже, представь. Ну, Вика, я же в честь праздника устроил тебе выходной? Не могу я так. Это не день свадьбы, поэтому любимый эфирный день не прогуляй. Тем более, что по плану у нас время астрологического прогноза. Ну, ладно, в честь праздника не буду спорить. Итак, гороскоп на старте. И что мы скажем? А вот что. Астрологи советуют, а вы прислушиваетесь. 7 марта у Овна отлично пройдут коммерческие сделки и мероприятия, нацеленные на продвижение компаний. Для всего этого понадобится как прыткий ум, так и накопленный опыт. Благоприятный день для повышения квалификации и освоения новой специальности. Гороскоп советует Тельцу реально оценить свои возможности и силы. Работа будет не легкой, а претензий со стороны начальства уйма. Главное, не позволяйте никому вывести вас из душевного равновесия. Удачный день для Тельца, который задумал кардинально изменить внешний образ и стиль поведения. Близнецам не стоит игнорировать даже малейшие сигналы со стороны здоровья. Если чувствуете слабость, головную боль или другие симптомы простуды, то лучше возьмите отгул и, ну, поленитесь, подлечитесь. В общем, а еще любимый человек может спровоцировать ссору на пустом месте. Так что не ведитесь на это. Раку, это нам с тобой в течение всего дня, предстоит заниматься ремонтом машины. Моей машины тогда? Да, наводить уборку в гараже и ездить по семейным делам. Но мы все успеем и даже больше, чем запланировали. Гороскоп предсказывает Раку неожиданную встречу с первой любовью. Льву необходимо брать на себя только тот объем работы, который он в силах выполнить. Учтите, что всех денег за один день вы не заработаете, а здоровье можете основательно подпортить. Удачными окажется приобретение для дома и семьи, но льву не следует забывать и про экономию. Гороскоп предсказывает Деве отличное финансовое положение, которое позволит пройтись по магазинам и купить подарки для близких людей. Днем вы познакомитесь с влиятельным человеком, который поможет решить вопрос с устройством на другую работу. Если весы хотят спокойно и ровно прожить этот день, то им стоит оградить себя от всевозможных ссор и конфликтов. Даже если кому-то захочется вовлечь вас в грязную игру, не соглашайтесь. В личной жизни Скорпиона возникнут небольшие трудности, которые с утра испортят настроение и отнимут немало энергии. Главное, не драматизируйте ситуацию и не теряйте веры в лучшее. Гороскоп обещает стабильность в финансах, поэтому Скорпион может удивить избранника щедрым и приятным презентом. Кстати, хорошие... К 8 марта тут говорятся слова такие, да всех подобрали как будто. Нет, я имела ввиду, что хорошие идеи для презентов на 8 марта мы, кстати, вам сегодня уже рассказали и еще расскажем. Но идем дальше. Стрельцу нужно выбрать тактику поведения, которая позволит достичь намеченной цели в кратчайшие сроки. Кстати, в любовной сфере тоже не мешает стать более решительным и смелым. Не бойтесь первым подойти и познакомиться с понравившимся вам человеком. Гороскоп предсказывает Козерогу успех в торговле, творчестве и рекламном бизнесе. Вас даже назовут коллеги вездесущим за то, что вы успеете сделать все до полудня. Только не зазнайтесь, если добьетесь высоких результатов в работе. Козерогу, наоборот, нужно щедро поделиться знаниями и опытом с молодыми сотрудниками. В этот день в Адарею предстоит заниматься подготовкой важных документов, а также паковать чемоданы для отпуска. Вы запланировали путешествие, поэтому отказываться от такого подарка судьбы не стоит. В этот день критика на рыб постыпется со всех сторон. Некоторые из коллег даже решат в письменном виде донести на нее начальству. Главное, держите себя в руках и не давайте более эмоциям. Гороскоп предсказывает рыбам свидание с человеком, которому вы давно испытываете симпатию. Все, что тебя касается, все, что меня касается, все только начинается, это наше все. Приветствую всех, кто к нам только присоединился. Вы смотрите наше все. В студии Виктория Сарада и Андрей Козицкий. Сегодня предпраздничный день 7 марта. Андрюш, ну праздник праздником, однако сложившиеся традиции никто не отменял. Обычно в это время к нам присоединяется волонтер Александра Тышкова. Поэтому вжух. И вот, дорогие друзья, Саша, привет. Ну, рассказывай, вот такое вот волшебство у нас монтажного характера. Монтажного характера, да. Рассказывай, с кем сегодня пришла, что это за великолепное чудо? Это собачка, ее зовут Мыша. Мыша. Мыша, да. Ну, Мыша к нам попала совершенно недавно из очень неблагополучной семьи. Их было 4 собачки, то есть Мыша и 3 кобелька. И они нам позвонили, ну, хозяева бывшие позвонили, сказали, если вы их не заберете, мы выбросим их или отдадим корейцам на мясо. Поэтому мы решили, что их срочно надо забирать в любом случае, и мы их забрали себе. Сейчас, ну, они были относительно в хорошем состоянии, их видно, что кормили. Но все равно лечить пришлось, так как они, была в доме полная дизентерия, ужасное, ну, ужасное качество шерсти было у собак, они были запуганы. Мыша, например, очень сильно всего боялась, она никому не хотела подходить, очень, ну, огрызалась, потому что думала, что я сделаю что-то плохое. Сейчас Мыша доверяет людям, очень любит играть, любит, когда ей чешут кузико и за ушком. Она очень ласковая девочка. Мыш, ну, мышу уже забирали, но, к сожалению, не сложилось, и поэтому она снова ищет семью. А сколько ей уже? Ну, ей где-то год, может быть, чуть больше. Но она еще молодая, и такой она и останется, вот такой вот маленькой. Такой мышей. Такой мышей останется. Такая карманная собачка, можно сказать. Ну, ты, конечно, историю рассказала, да, вроде как собачка была накормлена, да, но, вот, друзья, как вообще можно такое говорить? Отдадим на мясо, да, это вообще ужас. Чем вы думали, руководствовались? И, ну, ладно, если там припугнули, скажем так, да. Собаку. Собаку, да. Есть же те, кто действительно занимается такой продажей животных. Ну, в общем, друзья. У нас уже не первый раз такое, то, что звонят и говорят, мы отдадим корейцам. Даже иногда сами корейцы позвонили и говорили, заберите собаку, нам привезли собаку, что нам с ней делать? Да, на самом деле, вот это поверье, что, мол, корейцы там едят собаки, ну, это в каких веках это было, скажем так, сейчас у нас цивилизация, и если человек по национальности корейц, да, это не значит автоматически, что он ест собаку. Сейчас многие русские этим не занимаются, и поэтому, то есть, ну, как бы, судьба братьев наших меньших в наших руках. Дорогие друзья, если вы все-таки хотите делать добрые дела, то подписывайтесь на инстаграм страничку собаканадеждаусур. Там постоянно проходит сбор средств в помощь животным, можете взять себе животное, можете посмотреть, приживаться оно с вашим домашним животным, если у вас таковое есть. Ну, и, конечно же, помогать фонду помощи Надежда различными медикаментами, кормом, правильно, Саша, и денежно. То есть, даже 10, 50 и 100 рублей, для вас это, может быть, небольшие деньги, но для животных это очень большая-большая помощь. Саша, а вот почему не сложилось с новыми хозяевами у мыши? Мыши, ну, точнее, ее соседу не понравилась мыша, ну, и кот, коту не понравилась мыша. Коту не понравилась. Да, и поэтому, а мыша очень скромная девочка, и, ну, она боится, она бояться начала, так как новое место, еще к тому же кот не дает житья, и поэтому ее решила хозяйка отдать, чтобы она не мучилась, ну, и чтобы нашла лучшие ручки. Ну, вот это, все-таки, наверное, мне кажется, хорошо, что так, да, что не побоялись вернуть обратно, то некоторые могут возьмут и скажут, что вот не прижилось ни обратно же везти и куда-нибудь выбросить на улицу. Так вот, посмотрели, все, дорогие друзья, поэтому, видите, ничего страшного. Можно взять на день, на два посмотреть, обживется ли, привыкнет животное, и потом уже, если все сложится хорошо, то забирать его себе. Саша, скажи, пожалуйста, ну, как продвигаются дела с пристраиванием животных в семьи? Забирают? Да, сейчас очень много звонков, но в основном все хотят забрать какого-нибудь котенка. Котят у нас сейчас, к сожалению, нет, ну, может быть, даже и к лучшему, потому что животных и так много, но все звонят, хотят маленького котенка, а у нас их просто нет. Бывает один, два, но они быстро, как горячие пирожки, их разбирают в хорошие ручки, а у нас только коты-подростки, и никто, ну, все хотят котят. И сейчас начали, наконец-то, разбирать щенков, они уезжают довольные, с довольной мордашкой в новые семьи, у нас много фотографий в инстаграме, как они уезжают домой. Все такие довольные, и новые хозяева, точнее, и сами животные. Да, мы помним историю, когда у вас появился новый обитатель, маленький котик, да, только выложили пост с его фотографией, и буквально через пару часов сразу же его забрали. Вот это я понимаю дела, вот это я понимаю оперативность, вот это я понимаю хозяин. Я надеюсь, что у вас все сложилось с вашим новым животным, и мы будем видеть на страницах в социальной сети инстаграм Надежда Усур, как растет это животное. Кстати, вы уже знаете, как назвали? Нет, еще пока не знаем, как назвали, но уже обещали нам присылать фотоотчет, поэтому сразу спросим, как назвали, как он прижился, уже ждем с нетерпением фотографий, как он живет. Мы вообще очень рады, когда нам присылают фотографии наших бывших подопечных. То есть наших подопечных, они никогда не будут бывшими нашими подопечными, они всегда будут в нашем сердце, мы всегда будем о них помнить. И в любом случае, если даже будет какая-то ситуация такая, что надо срочно переехать или еще что-нибудь, мы их, конечно, заберем обратно, но лучше, конечно, чтобы животное жило в своей семье до конца своих дней. Тем более, да, вот вы говорите про переезд, в вашем фонде помощи все прививки делаются, правильно? А переезд, он, почему животных-то отдают кому-то в добрые руки, да, или же нерадивые хозяева выкидывают их на улицу, почему? Потому что, чтобы на самолете лететь, либо на поезде, у животного должны быть прививки. И вот как раз таки, если в фонде помощи Надежда появляется новый питомец, ветеринар сам приезжает в Надежду и ставит все нужные прививки. Поэтому, дорогие друзья, никаких проблем с переездом, если такого у вас появится, я думаю, что не возникнет, потому что все животные привиты. Вот так вот. Да, но вернемся к нашему сегодняшнему главному герою. Скажи, пожалуйста, мыша, она привередлива в еде? Вот очень многих отпугивает, мол, а как кормить там, а если вдруг не будет есть? А вот кто-то же приучает к корму, да, а кто-то там подкармливает или даже вообще кормом не кормит, да, такая тавтология. А напротив, вот что мы сами едим, да, люди там, то и животным своим даем. Как мыша? Нет, ну, мы кормим своих животных всех по одинаковому, так сказать. Мы утром корм, потому что, ну, надо же успеть все сварить, воду натаскать. А второй прием пищи, мы варим им кашу с курицей и с рисом. Очень за обе щеки все кушают, только и слышно, как хрустят. То есть, в общем, мыша у нас не привереда в еде. Хотите кормить кормом, будет есть корм. Хотите кормить... Мраморной говядиной без проблем. Почему бы и нет? Да, почему бы и нет? Я сам поел мраморной говядиной. Ну, если вдруг вам приглянулась мышь, или вот этот вот, или не привлекательный щекастик... И у вас есть пара кусков мраморной говядины? Да, можете. Шутки шутками, но если серьезно, если вам действительно приглянулась мышь, то звоните по телефону, что вы видите на своих экранах, и забирайте ее в свои добрые руки. Ведь мышь у нас девочка, а международный женский день. Нужно сделать счастливой еще одну даму. Да. Правильно? Правильно. Саш, кстати, с наступающего тебе праздника. Спасибо, что в этот предпраздничный день ты пришла к нам, и мы не нарушили нашу традицию. С вами была Александра Тышкова сегодня. Можно ей поаплодировать вот с своих экранов. И замечательная мыша. Да, и замечательная мыша, которая тоже достойна ваших оваций. Мыша. Еще раз приветствуем всех в эфире «Наше все» в студии Виктория Сарада и Андрей Козицкий. Сегодня у нас предпраздничный день. Помогаем мужчинам придумать подарки для своих любимых женщин. Андрей, в начале эфира я сказала, что лучший подарок – это эмоции. Как настоящая девушка, не прошло и часа, как я поменял свою точку зрения. Теперь я считаю, что лучший подарок для меня – это абонемент в спортивный клуб. Ты сейчас о наболевшем? Но я знаю, что у тебя как раз прям будет заканчиваться. Да, да, да. Ну, знаешь, тогда, если ты делаешь выбор в пользу отличной физической формы, тогда тебе и всем остальным, поддерживающим твою точку зрения, таких, я думаю, немало, прямая дорога в семейный фитнес-клуб «Тэквондо Лэнд», что на Ленина 41. Отличная идея. Весна. Пора раздеваться и обольщать мужчин своей фигурой. Быстро привести формы в тонус помогут групповые занятия семейного фитнес-клуба «Тэквондо Лэнд». Тренировки в группе – это новые знакомства и соревновательный дух, а мягкий фитнес подойдет любому возрасту. Например, в колонетике нет кардионагрузок, резких движений и прыжков. Все плавно и в удовольствии. «Тэквондо Лэнд» – это более мягкий фитнес, еще мягче, чем колонетика. Колонетика более сложнее, потому что здесь идет и статика, и динамика до 100 повторов. От полутора до двух минут мы делаем какое-то упражнение. После рождения ребенка у меня очень сильно болела спина и поясница. Вот действительно болело. Я пошла на колонетику. И комплексы специальных упражнений, профессионально анально подобранные, они помогли мне исправить эту проблему. Меня сейчас гораздо лучше себя чувствуют. Для тех, кто любит постоянное движение, интенсивная тренировка на степ-платформах. Степ – это хорошая кардионагрузка, которая дает тонус мышцам, мышцам ног в особенности. Блюд с силовыми упражнениями, которые делают на тренировке, они в комплексе увеличивают мышцы, делают их очень сильными, упругими, потому что нравится девушкам. Чувствуется, что мышцы как опухают, напрягаются, а когда ходишь из тренировки, выходишь бодрый. Кажется, во время тренировки тяжело, но потом выходишь с новыми силами. Обаятельные и привлекательные. Перед вами на выбор готовые фитнес-программы. Силовые, аэровные или танцевальные, как зумба. Уже, наверное, полгода занимаюсь, очень нравится. Хорошее настроение после этих танцев и очень много сил. Очень хороший тренер у нас, Аня, мы ее очень любим. Во-первых, это танцы, а я люблю потанцевать. И это я получаю заряд бодрости и настроения на весь день. Очень рекомендую всем, приходите. Осталось добавить на Ленина 41 в семейный фитнес-клуб Тейквондо Лэнд. Тем более для женщин здесь приготовили отличный подарок – абонемент на месячное посещение за 2800 рублей. На все виды групповых тренировок и посещение тренажерного зала в будние дни. Здорово! Залог успеха и хорошего тела – абонемент в семейный фитнес-клуб Тейквондо Лэнд. А помнишь, вот времена, когда в садике открытку делал, подарил маме и все? Ты просто кавалер 80-го левела. Да, я помню. Кстати, сегодня мне подружка, Василина ее зовут, вот такой вот подарок сделала. Смотри. И 44? Нет. Нет? 44. Она ходит в детский сад. Это дочь моей Алиси. Дочь Алиски, точно. Вот ее дочь Алиски, моя подруга. А тебе дарит подарок. Хорошо? Да. А еще она мне вчера сказала, я тебя люблю. Точно тебе? Посмотри, и точно. И цветочек здесь есть из пластилина. А когда открываешь, что тут есть? Все, о чем я мечтала. Главное, Костя. Главное, Костя. Да, я предположила, что это может быть для того, чтобы я сильно там не лаяла. Но, как сказала Васюша, Вика, здесь есть все, что ты любишь. Ну, вот, да, это может быть ты просто костлявая. А может быть я костлява. А может быть, когда она делала открытку мне, представляла свою маму, вспоминала, что она хочет. И как раз таки, да, чтобы Оля, она-то покостлявее, чем я будет. В общем, да, не поспоришь. Действительно, все, что ты любишь. Кстати, если вы хотите порадовать мамочку, сделайте вместе с ребенком открытку. Интересную идею мы нашли у пользователя Save a Life Усур. Вот такие чашечки с цветами, выполнены техникой вытенанка. Это вид творчества, основанный на вырезании узоров из бумаги. Обычной, офисной, обычными ножницами. Подбирайте свой личный рисунок. Маме, бабушке или сестренке будет очень приятно. Дорогие друзья, наш эфир медленно, но очень верно подходит к своему завершению. Уже завтра по всей стране начнется мужской апокалипсис, когда с прилавков страны исчезнут цветы, конфеты и мягкие игрушки. А вообще, друзья, удивляйте своих девушек не только 8 марта, но и в принципе каждый день. Ну, знаешь, с каждым днем ты, конечно, погорячилась, но то, что это нужно делать чаще, я с тобой соглашусь. Но каждый день можно удивлять не обязательно подарками, купленными за деньги. Смотри, у меня осталось 4 пальца. Нет, так не надо. Можно, например, дома пропылесосить. Вот идет она с работы, выставшая, а ты раз ей и ужин приготовила. Хотя бы просто салат, огурцы с помидорами, маслом и спиртчиком. Про пылесос, я помню, что пропылесосили, тебя уже удивили, тебе разок. Что, вчера был салат? Ты рассказываешь все свои удивления за этот год? Это я на будущее прогнозирую. Хорошо. Ну да ладно. Еще одна хорошая идея для подарка. Билет на фестиваль юмора в рекламе СМЕКС, который устраивает ABC-шоу и телемикс 31 марта в молодежном центре Горизонт. Соглашусь, хорошая идея. Во-первых, вечеринка пройдет в стиле Гэтсби, а наши дамы-то любят наряжаться. Во-вторых, каждый обладатель билета будет участвовать в розыгрыше айфона 7. Ребята, если вы везунчик, вы сэкономите. Да, за 1000 рублей можно будет купить телефон, который стоит за 60 тысяч рублей. Но заказ билетов уже начался. По телефону 33-93-99. Костей ждет живая музыка, фуршет, конкурсы, розыгрыши и подарки. Будут танцы, шоу и, конечно же, показ лучшей мировой рекламы. Эти рекламные ролики оценили не только рядовые зрители, но и критики. Именно поэтому они вошли в список лучшей рекламы категория 18+. Надеемся, мы смогли подкинуть вам парочку идей для подарка любимой на 8 марта. Так что вперед, делайте своих девушек счастливыми и тогда в ваших отношениях всегда будет царить идиллия и гармония. Ну все, я побежал за подарками и вам, мужики, тоже советую, ведь времени остается все меньше. Ну а мне остается сказать любимую фразу финала. На сегодня все, наше все. Партнер программы – компания «Формула ДВ». Реализует продажу и доставку всех видов технических газов. Улица Кирова, 10Б, телефон 37-8045. Партнер программы – стоматология «Вип Мастер Дент». Всем 20% скидка на лечение. Программа «Наши все» благодарит магазин «Все яркие» за предоставленную одежду ведущей. Все, что тебя касается, все, что меня касается, все только начинается, это наше все.